Хотя мы иногда сердимся, надо сразу же идти в себя. Надо подумать, от чего я рассердился, наверное, это находится и во мне. И наверняка, если мы войдем в себя, мы увидим эту слабость в себе. И тогда мы начнем думать, как вынимать эту плохую вещь из себя. И вот тогда уже не будем сердиться. И поэтому 24 часа в день надо идти в себя и контролировать свои плохие мысли. Потому что дхарма — это не сложная философия. И падая бандами самжалендая, то и не падая бандами самжалендая. Нормально можно понять и человек, который ученый, и который не умеет ни писать, ни читать. Потому что даже маленький ребенок понимает, что такое любовь. И взрослый человек тоже понимает. И я не знаю, что такое любовь. Я не знаю, что я не знаю, ни у кого. То, что я чувствовал сам себя, я медитировал, то, что мысли приходили ко мне, я все время задавал вопросы. Я пришел к такому выводу, что нужно задавать вопросы самому себя, надо разговаривать с тем, который находится внутри вас. Когда человек очень много думает, когда он должен отвечать, когда я был маленьким, я задавал очень много вопросов. Что это такое? А почему это так? А почему это не так? И тогда мне отвечали. И все, что мне отвечали, теперь я вам рассказываю. Потому что я не собирал знания чтением книг. Я не ходил в религиозные места, я не читал книги. Я не работал с колокольчиками или с ракушками. И я никогда нигде не получал эти знания. Мои мысли всегда говорили, почему ты идешь в зданиях, которые построен человек. Потому что церковь, которая находится внутри тебя, она очень чистая. Храм, который находится внутри тебя, он очень чистый. И то, что находится внутри тебя, ты должен, прежде всего, очистить его. Но ты должен подружиться с ним. Ты должен сделать его своим учителем. Не смотри на знания, потому что знания находится внутри тебя. И когда у вас будут знания изнутри, тогда не будет сердца. И не будет страха. Иногда человек думает, что вот у меня религия изменится. Религия не меняется, потому что правда не меняется. Как вы можете изменить любовь? Как вы можете изменить чувство служения? Потому что данная – это любовь, служение и мягкость. Любовь не меняется. Потому что любовь не изменится. Куда бы вы ни ходили, будь это мечеть, храм или куда бы вы ни ходили. Мы должны понять этого. И только после этого мы будем хорошо работать. И только после этого мы будем хорошо работать. Может быть такие мысли у кого-то возникли. Вот приехал человек, он может мою религию изменит. Если кто хорошо читал Библию, он никогда не подумает, что можно изменить это. Потому что Библия не имеет никаких границ. Потому что Библия говорит любви своего соседа. Любви свою страну. Потому что все книги, которые написаны, все религиозные книги говорят о любителе друг друга. А мы всегда кого-то, чего-то суда подозреваем, потому что у нас нет веры. Потому что Бог находится… Воздух тоже дует по его приказу. Почему? Ничего не находится в его приказе. Но мы должны серьезно подумать и идти в себя. Потому что ничего не работает без его приказа. Все эти границы созданы человеком. Возвращаемся к нам. Возвращаемся к нам. Возвращаемся к нам. Возвращаемся к нам. Неб Speaking к нам. Возвращаемся к нам. Или оставим их где. Почему asylum мироваться? Небter в голос. НебGER! Грубовинцы говорят, что мы должны разломать все страницы, не должны думать так, вот он мусульманин, я должен уважать его или любить его, или он христианин, я должен любить его. Нужно разломать все страницы и смотреть на всех как человека, а не там принадлежащего какой-то религии. Он говорит, что нужно смотреть на всех как человека, а не там принадлежащего какой-то религии. Значит, говорит, что нужно смотреть на всех... Спасибо.